Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа Якутск Сегодня. В студии работает для вас Ларина Сукуева, за режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре 22 февраля вторник. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим реабилитации людей, борющихся с алкоголизмом и наркоманией. Так что если у вас есть вопросы по этой теме нашим специалистам, смело звоните нам в студию и задавайте их. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон прежний 320066 32166. Также вы можете задавать вопросы по нашему ватсап номеру, его цифры не изменились 8 411 232 0066. Вылечить алкоголизм задача не из легких, но еще труднее вернуть человека к обычной жизни, восстановить его самооценку и социальную значимость. Всем этим занимается в реабилитационном отделении якутского наркологического диспансера, который находится в Конголасах. Там реабилитацию проходят люди, борющиеся с наркоманией и алкоголизмом. Более подробно об этом отделении и лечении нам расскажет Анна Заровняева, клинический психолог отделения реабилитации якутского республиканского наркологического диспансера, и Владимир Бочкарев, социальный работник этого же диспансера. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какую помощь получают ваши подопечные, социально-психологическую, медикаментозную? Об этом расскажите. Здравствуйте, дорогие слушатели. Наши подопечные, наши реабилитанты получают у нас комплексную помощь. Это вот туда входит у нас медикаментозная, медицинская, да, то есть осмотр врача-психиатра-нарколога, психологическая помощь, там мы работаем с пациентами как психологи клинические, да, социальная помощь у нас, этим занимаются социальные работники, ну, наши консультанты по зависимости. Вот такая вот комплексная, объемная работа у нас проводится. А каков срок нахождения ваших подопечных в отделении реабилитации? Как долго они могут находиться и обычно сколько это длится? Здесь все сугубо индивидуально, потому что человек, придя в наше отделение, ему необходимо пройти адаптацию, да, то есть он приходит, сначала он знакомится, да, с отделением вообще, с работой, с тем, подойдет ли ему это лечение или нет, то есть здесь вот решает роль именно его собственное желание. Если он видит, что ему действительно, да, необходимо вот это вот лечение пройти, то, как правило, у нас период адаптации от одного до трех месяцев. Если благополучно человек проходит вот этот период, этап, да, то он уже, мы его уже переводим на другой этап, который длится от трех до шести месяцев. То есть от одного месяца до шести месяцев может проходить. В целом получается? Да, в целом. Ну и более даже, да, даже до года у нас. Скажите, вот, а вообще сколько нужно выпивать, да, чтобы вот считаться алкоголиком? Вот некоторые, например, считают, да, что я буду выпивать каждые выходные, но все же выпивают, это же нормально. Вот, если человек вот выпивает каждые выходные или, может быть, чаще, да, он считается уже алкоголиком или пока еще нет? Давайте вот я выскажу, да, добрый день, добрый день. Мы слушайте, зрители. Хотел бы отметить то, что обратить на те сигналы, не на то, что сколько выпивает, да, именно вот на те сигналы. Первый сигнал это о том, что у нас увеличилась ли частота употребления, то есть они раз в неделю, да, уже увеличатся, то есть там два раза в неделю и так далее. Увеличится количество выпитого, то есть увеличение дозы и перехода после слабоалкогольных напитков на крепкие алкогольные напитки. Да, это первый сигнал, потому что необходимо обратить внимание, кто сейчас страдает именно за этой зависимостью, либо обратить внимание на это родственников, да. Второй сигнал это, конечно же, на употребление ради хорошего самочувствия, ну, то есть это... Пахмельный синдром. Да, да, Пахмельный синдром. То есть на следующий день необходимо мне, чтобы выйти на работу, например, да, употребить, чтобы как-то что-то говорить и, да, хорошо себя чувствовать, да. Следующий сигнал, да, обратить внимание на то, что это ломка, да, или это синдром отмены называется, то есть это именно физические страдания, да, это первое, допустим, повышение потливости, да, то есть если я просыпаюсь, допустим, у меня вот подушка вся мокрая, да, следующее это тремор в руках, да, то есть это именно тремор в конечнице, да, именно вот судороги, да, допустим, в конечнице, да, в ногах, в руках, вот, также бы отметил туда повышенной тревожности, да, это панические атаки, допустим, это вот страх громких звуков, да, это, допустим, начинает, ну, зависимый человек зашторвить все окна, закрываться на все замки, вот, вздрагиваешь при телефонном звонке, вот даже, ну, до такого доводят, ну, это вот, на этот сигнал тоже необходимо обратить внимание. Следующий это сигнал, конечно, это потеря памяти, учащение потери памяти, да, даже после, ну, вроде небольшой дозы, да, теряется память, увеличится частота это. Следующий сигнал, это я бы обратил внимание на то, что все мысли, все ресурсы, да, именно крутятся вокруг вещества, то есть ты уже заранее начинаешь планировать свое употребление, да, то есть все, ну, все деньги, все время именно вокруг вещества крутятся, то есть это туда уходит, это на покупку вещества, плюс, конечно же, это на возмещение ущерба, то есть необходимо идти за свои поступки и извиняться, это тоже туда входит, то есть, допустим, опоздал на работу, да, поссорился с женой, необходимо что-то сломал, кому-то нагрубил, и так далее, это тоже, это все последствия, это все, это на все это тратится время, чтобы пойти извиниться, пойти что-то купить, потерял деньги, кошелек, да, обидел, допустим, своего там сына или дочь, это тоже, это тоже все это тратится время. Вот, следующий сигнал, конечно же, это синдром тяги, то есть это когда именно непределимое желание употребить, да, наталкивает на то, чтобы человек зависимого, да, создавать такие ситуации, чтобы употребить, ну, он даже сам не осознает, да, повод, даже сам не осознает этого, да, допустим, с женой идет и ссорится, даже сам не осознавая этого, чтобы найти причину и употребить, или идет там, допустим, ну, первое, это, конечно, ссора, да, либо повод найти там какой-то праздник, выдуманный даже, там, день граненого стакана тот же, да, чтобы себе объяснить, что я себе позволяю, чтобы эта совесть внутренняя не мучила до меня, да, оправдать себя, да, и основной сигнал – это отрицание, то есть синдром отрицания – это именно система иллюзий, когда зависимый человек отрицает свою зависимость, то, что ему необходима помощь, да, это вот очень сильный барьер такой, да, когда вот все вот, то, что я перечислил, да, он все сигналы эти не видит, что у него вот рушится семья, да, что у него долги, что он часто меняет работу, да, и так далее, то есть вроде все нормально, у меня же есть работа, хотя я ее часто меняю, у меня есть жена, хотя я ссорюсь, и уже там несколько недель мы, допустим, не общаемся и так далее, хотя у меня есть дети. Но получается, что очень часто, да, люди не признают, что у него есть проблемы, отрицают это, да, а что должно случиться, чтобы человек это понял, понял? Ну, я бы обратил внимание на что, да, то есть необходимо все-таки обратить на сферы, да, жизни. Ну, давайте отклоняемся от того, что такое здоровый человек, да, по терминологии ВОЗ, да, ну, Всемирная организация здоровья не есть, да, здоровый человек – это не только отсутствие болезней или физических изъянов, да, но это именно полное физическое, социальное, духовное благополучие человека, то есть это все сферы человека должны быть благополучны, не только мое тело, то есть если у меня ничего не болит, это не значит, что я здоровый, то есть если я, допустим, у меня есть тревожность повышенная, да, какие-то страхи и так далее, да, то есть, соответственно, именно в этих сферах посмотреть, то есть взять тетрад, да, обычный тетрадь, ну, листочек выписать себе вот в сфере, допустим, семья, да, какие у меня взаимоотношения в семье, ну, просто взять и провести такую… – Плюсы-минусы, да, расписываться. – Да, просто вот взять, читать и плюсы-минусы, да. – Даже по баллам можно, да, поставить оцену по себе от 0 до 10. – Да, я поняла. – Какие у меня вот взаимоотношения в семье, когда у меня последние ссоры, да, и так далее, есть ли у меня понимание доверия в семье, да, друзья, есть ли у меня друзья, или это собутыльники, да, Да, именно потому что во время употребления в основном друзья уходят. То, что взаимоотношения именно с друзьями начинается такое именно финансовое. Я звоню друзьям только попросить денег. Ну, друзья уходят, которые не употребляют, а остаются бутыльники. Следующая сфера, это, конечно же, карьера, учеба. То есть, как я на работе, как мне взаимоотношения на работе. Какой я сотрудник. Да, какой я сотрудник. Часто ли я меняю работу. Как у меня взаимоотношения с коллегами. Приходится ли им меня подменять, когда у меня, допустим, голова болит и так далее. Когда я отпрашиваюсь. Следующее, обратил бы внимание на, допустим, учебу. Закончил я учебу или я свою. Следующая, это сфера такая, как финансы, деньги. Есть ли у меня задолженность. На что я трачу, допустим, оплачиваю ли я кредиты свои, которые у меня есть. Ну, которые, конечно, необходимы. Оплачиваю ли я свои счета по квартплате, по свету. Да, есть ли у меня долги вот это. Есть ли у меня обязательства перед друзьями, перед коллегами и так далее. Ну, вот это финансово не управляемся. Ну, это получается то, что человек должен сам понять. Оно чаще всего происходит наоборот. Это замечают в первую очередь его родные и близкие. Вот какие слова нужно подобрать, чтобы донести до человека, что у него вот проблемы? Владимир, Анна. Ну, как правило, бьют тревогу, конечно, это близкие, да, те, кто живут рядом. И конструктивно, конечно, сказать на эмоциях это невозможно. Но, тем не менее, к какому-то консенсусу мы должны же прийти, да, что сесть за стол переговоров, да, обсудить, что как раз-таки может даже супруга нарисовать как раз вот это вот колесо жизненного баланса, где его указать вот эти все жизненные сферы. Давай мы с тобой обсудим, посидим, посмотрим, к чему мы на сегодняшний день. И расставить вот эти вот баллы, да, как раз-таки. На сегодня мы пришли, давай мы, ты поставишь оценку, да, своему поведению. Ну, и вот так спокойно за столом как-то вот без эмоций не указать, да. А человек в этот момент в каком состоянии должен быть, чтобы понять это? Он должен быть, понятно, быть трезвым. Без похмельного синдрома, наверное, да? Или наоборот, чтобы он страдал физически как-то. Нет, он должен быть трезвым, да, конечно, чтобы он ясно понимал, ясно оценивал ситуацию, семейную обстановку, да, то, как он проводит свой досуг, то, сколько времени он уделяет своей семье, какой он сотрудник, он, конечно, это должен оценивать на трезвую голову. Не в похмельном каком-то вот состоянии, да. Есть даже такая поговорка, что умная жена даст своему мужу три дня для того, чтобы он как-то пришел в норму и успокоился, и в это время уже действительно вот так сесть и поговорить спокойно, да, не на эмоции. Да, без обвинений главное, чтобы не обвинять друг друга, а именно вот конструктивно поговорить, ну, честно, открыто, спокойно, вот, потому что именно очень важна, да, почему именно замечает, в первую очередь, семья и близкие, там, коллеги и так далее, потому что все-таки считаю, что зависимость, да, она болезнь семейная. Не только, а когда заболевает такой, да, болезнью в семье, то есть это не один человек, а страдают многие, поэтому именно очень важна для зависимого человека поддержка, с тем поддержка очень важна. Поэтому в первую очередь необходимо тоже, конечно, ну, вот я говорю без обвинений, да, подойти именно так спокойно, открыто. Но указывая на факты. Ну, конечно, да, говорить о фактах об этом. Дорогие друзья, а мы сейчас выходим на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, после рекламы мы вернемся в студию и вновь поговорим о реабилитации тех людей, которые страдают и нуждаются, борются с алкоголизмом и наркоманией. Мы работаем в прямом эфире, звоните, задавайте вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о реабилитации людей, борющихся с алкоголизмом и наркоманией. У нас в студии Анна Заровняева, клинический психолог отделения реабилитации Якутского республиканского наркологического диспансера, и Владимир Бочкарев, социальный работник этого же диспансера. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, также смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашим гостям. Телефон в студии прежний 32-0066-321-166. Также вы можете задавать вопросы по WhatsApp-номеру 8-411-232-0066. Анна, Владимир, расскажите, у вас в отделении существует программа «12 шагов к исцелению». Расскажите о программе более подробно. Хорошо, давайте я начну. Ну, смотрите, это одно из, я бы сказал, важных направлений медико-социальной программы, которой мы занимаемся в нашем отделении. Вообще, история программы «12 шагов» началась в 30-х годах XX века. Это зародилась в Америке, было придумано зависимыми людьми, такими как доктор Боб, это врач, тоже зависимый человек, и брокер, это Билл Уилсон. Ну, брокер, который продает на бирже, которые они собрались, они собрали, ну, это на основе терапического сообщества, то есть это терапия, да, самая программа, которую мы сейчас успешно принимаем, которую именно проводим сообщество на основе этой методики, да. Ну, помимо этого, конечно, мы работаем и по другим направлениям, это помогают специалисты-психологии. Это как бы синтез получается, да? Да, да, это комплекс. А всё-таки вот 12 шагов, почему 12? С чём заключается первый шаг, 10-й, 12-й? Вот об этом чуть-чуть, ну, коротко. Ну, с чего мы начинаем, да? Первое, это необходимо первый шаг, да, это именно понять и принять свою проблему, что она у меня существует. Ну, в этом и заключаются шаги, да. Вот, в основном мы работаем с первым, вторым, третьим шагом, да, и 10-й, 11-й. Вот, необходимо именно вот с первого шага начинаем, необходимо принять свою зависимость, да, понять, что она у меня существует, ну, признать проблему. Второй шаг, необходимо понять, что существует выход, да, из ситуации, что можно выйти. И третий шаг, что необходимо пользоваться инструментами в выздоровлении, да, которые вот предлагает эта программа. Вот, ну, первая, это основа базиса, конечно, первый, второй, третий шаг. Вот вы сказали, что кроме этой программы, то есть существует такой некий комплекс, да, других программ, и в том числе и трудовая терапия у вас существует подделение. В чем она заключается? Я слышала, что некоторые подопечные, например, женщины, да, не умеют делать элементарных вещей. Это так или нет? Вот, чистить картошку. Вот я интервью читала с вашим наркологом, вот она рассказала об этом. Ну да, в процессе употребления, к сожалению, теряются навыки, трудовые навыки, такие как забота о себе, забота о своем жилье, как теряется чувство ответственности, да, за свою жизнь. Очень элементарно человек даже перестает ходить на работу, да, перестает за собой следить, перестает следить за своим жильем. У него уже пропадает вот желание заниматься своим хобби, да, то, чем раньше он увлекался, забрасывает какие-то там дела, да. Обычные, казалось бы. Ну, уходят в депрессию, да, бывает, что так вот все плохо, ничего не хочется делать, лень, да, появляется. И как раз-таки в нашем отделении у нас есть, ну, как один из видов терапии наших, это трудотерапия, когда человек вот эти навыки начинает восстанавливать, да. У нас есть такие служения, как дежурство, да, дежурство в столовой, там, то есть помощь повару в приготовлении, потом накрывать на стол нужно, да, в палате там уборка, да, ежедневная, генеральная уборка. Служение у нас также вот как староста, да, то есть это ответственность. Он ответственен за группу в течение недели и должен выполнять какие-то обязанности. У нас есть еще и зоотерапия, у нас есть животные, за которыми нужно ухаживать, и в процессе вот этой вот служения вот этого, как бы такие утерянные навыки, как забота о ближнем своем, да, о беззащитном, да, животном. Там она восстанавливается, любовь, там, да, проявление любви, когда у нас реабилитанты рассказывают, ну, на сообществе, на нашем вот собрании утреннем рассказывают, что я сегодня пошел, ну, даже некоторые бывают, что первый раз ухаживают за животными, да, особенно это городские жители, столько чувств их восполняют, и они об этом нам рассказывают, и вот эти вот утерянные чувства, да, они как-то вот восполняются. У нас поступил в WhatsApp вопрос, как к вам попасть, спрашивают. Ну, у нас есть такая схема маршрутизации, да, обязательно нужна консультация врача-психиатра-нарколога, да, без его консультирования, без направления у нас, конечно, ну, мы не принимаем, да, нужно обратиться, либо если человек проживает в УЛУСе, то это УЛУСный врач-психиатр-нарколог должен написать направление, человек обязан пройти какие-то там диагностические процедуры и уже вот с этим подойти к нам в отделение, да, здесь тоже поступают в городе через поликлинику нашу, которая находится на автодорожной, также через стационар. А вообще кого больше среди ваших подопечных, мужчин, женщин, каков их средний возраст, может быть, городских больше или сельских жителей? Ну, мы делали статистику, да, вот за год, за прошлый год у нас поступление всего пациентов было 105 через нас прошли, из них мужчин 58, женщин у нас, ну, соответственно, меньше, да, 47. Городских у нас жителей 49, сельских 56. А возраст? Средний возраст от 30 до 35. А так у нас возрастной ценз есть, да, ну, от 18 лет до 65 лет мы принимаем. А больше алкоголиков или наркоманов? Или такой статистики нет? Ну, последнее время как-то вот такого вот, чтобы разделение конкретно, что столько-то наркоманов, их мало, такого нету. Есть даже у нас употребляющие и алкоголь, и наркотики, да. А в чем заключается уникальность вашего отделения? Как вы считаете? В первую очередь, конечно же, я бы сказал о территориальной, да, нахождении, то есть наши отделения находятся в микрорайоне Конголас, да, это зачертой города, да, плюс в чем... Отдаленность. Да, это отдаленность. То есть это именно самое главное, да, вот, зависимого человека вырвать из той зоны, да, именно зоны употребления, где он находится, поместить, допустим, в зону, где не употребляют, да, плюс это нахождение на лоне природы, да, именно отличный конголасский мыс, наверное, наслышали, то есть это именно хорошее, хорошо восстанавливается, когда чистый воздух, да, когда за окном природа, да, чисто, ну, чистота, вид на реку, да, именно вот в чем уникальность. Следующее, конечно же, это в нашей программе, да, она, как мы уже говорили, что комплексная, да, помимо того, что помогают специалисты, помогает терапия, то есть зависимые они друг другу тоже помогают именно в выздоровлении, да, плюс помогает, конечно же, эта духовная поддержка, да, ну, вот мы не затронули, да, об этом, то, что помимо и как социальной поддержки, да, мы оказываем, так же и при нашей отделении существует молебная комната, да, где мы очень хорошо сотрудничаем с нашей русской православной церковью, да, в которой приходит батюшка, матушка, да, которые проводят обряды крещения, да, где можно, вот, зависимые люди, имя реабилитируемые, могут пройти причащение, да, просто поговорить, да, просто, ну, о том, что тревожит, какую-то вот духовную поддержку тоже необходимо вот ощутилить, то есть это уникальность именно вот в нашем, я так вижу, что в комплексном подходе, который вот оказываем, да. Ну, еще хотела добавить, что у нас благоприятные условия проживания, да, размещаются у нас по 3-4 человека в палате, да, у нас 4-х разовое питание, у нас медицинская помощь, да, то есть у нас сезонная витаминотерапия, это обязательно, да, осмотр врачом, психиатром, наркологом, узкие специалисты тоже по показаниям у нас осматривают. У нас есть телефонный звонок, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, да. О вашем заведении на учет ставят? Спасибо вам за звонок. На учет? На учет к наркологу, да, вы имеете в виду, наверное. Ага, если вот человек алкоголик, значит, это заболевание хроническое, это на всю жизнь, да, и не может излечиться. Как я понимаю? Это второй вопрос, я поняла, да. Спасибо. Спасибо вам. Ну, вы здесь, наверное, можете поспорить, да, по поводу второго вопроса. Ну, по первому вопросу у нас о постановке на учет, да, так как человек поступает у нас все-таки через диспансерно-поликлиническое учреждение, либо если это улосный психиатр-нарколог, все равно как бы они там действительно должны даже, да, поставить на учет. И мы рекомендуем даже после выписки все равно, тем не менее, посещать врача-психиатра-нарколога, ну, по месту своего жительства. И этот учет, он необходим, не столько, что просто мы хотим там, ну, обезуем, да, но необходимо, так как болезнь, она хроническая, как сказал, да, наш вот слушатель, необходимо наблюдаться, да, необходимо там какие-то процедуры проходить. Не исключено, что после прохождения нашей реабилитации… Снимается с учета, да, наверное? Да, да, снимается, ну, это как-то вот снижается, да, срок учета, но и то, что все равно какие-то срывы могут быть. Так, у нас есть еще один телефонный звонок, давайте быстренько на него тоже ответим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше заведение ставят на учет? Так, вопрос… Это первый вопрос. Ага, второй? Второй вопрос – алкоголизм, это хроническое заболевание, и не излечивается. Да, спасибо, вы нам только что звонили, сейчас мы на него как раз ответим, вот, как вы считаете? Давайте по второму вопросу я отвечу, да, что считается неизлечимым. То есть оно считается, да, неизлечимым, потому что именно еще не придуман способ, да, чтобы именно вернуть… В чем заключается неизлечимость, да, то, что не вернуть именно способность, ну, организма именно восстановить… Утраченное. Утраченное. Да, утрачивает способность именно к стойкости к веществу, да, то есть идет потеря контроля, то есть невозможно вернуть контроль над веществом, если раз потерял. Именно в этом заключается неизлечимость. А так, отвечая на ваш вопрос, да, то, что можно жить счастливо и здорово, только не употребляя. Сейчас у нас реклама, далее мы продолжим. Друзья, мы продолжаем говорить о реабилитации людей, борющихся с алкоголизмом и наркоманией. У нас студия Анна Заровняева, клинический психолог отделения реабилитации Якутского республиканского наркологического диспансера. И Владимир Бочкарев, социальный работник этого же диспансера. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните и задавайте вопросы. Итак, Владимир, давайте продолжим отвечать на вопрос по поводу хронического заболевания. Алкоголизм – это хроническое заболевание или нет? Можно ли вылечиться? Угу, так. Ну, хроническое неизлечимое, да? Оно, да, действительно считается, что оно хроническое неизлечимое. Но в чем заключается, я говорю, что именно потери контроля, да? Невозможно вернуть контроль над употреблением, раз ты уже один раз это потерял. Именно полноценно жить возможно, то есть жить трезво возможно, да? Получая удовольствие от этого. Но необходимо придерживаться рекомендаций, да? Которые вот рекомендуются именно специалистами. Ну, вообще программа в целом, да? То есть можно получать удовольствие, не употребляя. И научиться жить с своей зависимостью, да? Ну, допустим, могу пример привести, такие как, допустим, жизнь такой болезнью, как сахарный диабет, да? То есть он знает, что у него есть диагноз, что он как-то живет с этим. Да, он просто радуется жизни, да? Просто он придерживается каких-то рекомендаций врачей, да? Которые вот там, если, ну, смотря от стадии, конечно, именно там по диете, да, допустим, ну, вот сахарный, что касается сахарного диабета, может быть, там принимают уколы, да, инъекции. И так далее. Здесь то же самое. То есть зависимый человек, он может получать удовольствие и радоваться жизнью, да? То есть именно придерживаться тех рекомендаций, которые вот... Какие-то определенные правила, да? Да, правила. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Вот такой вопрос у меня. Ага, здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Если ставят на учет, какие последствия хронический алкоголик не может работать в очень многих профессиях, да? Есть перечень работ. Ага, мы вас поняли. Ага. Так, по поводу учета, да, и проблемы. С учета он сниматься может или это пожизненно? Да, хорошо, мы вас поняли. Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо. Ну, о постановке на учет, да? Для чего ставиться на учет? Обязательно нужно вставать, потому что наблюдение врача обязательно, да, как и при любом другом хроническом заболевании. Необходимо проходить какие-то вот диагностические процедуры. Необходимо получать консультации медицинских психологов, консультации врача-психиатра-нарколога. С учета снимаем, конечно же, это снимается, но как у нас сейчас по закону, три года человек должен состоять, да? Да, но пройдя курс реабилитации, немножко это вот смягчается. Ну, как бы в зависимости от того, как человек проходил реабилитацию, насколько успешно, да, насколько он готов к ведению трезвого образа жизни. О том, что, какие последствия, да, ну, я, видимо, речь идет о трудоустройстве. Комиссии, как бы, последствия работодателя, тем не менее, все равно оговаривается, да, на каких видах работах, работ человек может, ну, работать, да, вот. То есть перечень какой-то, да, перечень какой-то, можно же так говорить, комиссия. То есть нет безвыходной ситуации. У нас есть в WhatsApp вопрос, здравствуйте. Например, человек пьющий считает себя не алкоголиком. Что делать в этом случае? Он бытовой алкоголик, пояснение такое. То есть, ну, и возвращаясь к нашему, началу нашего разговора, вот какие слова нужно подобрать, опять же, наверное, вот эти вот факторы, да, перечислить плюсы-минусы, расставить баллы, вот как мы говорили ранее, да? Ладно, я за вас ответила, хорошо, второй вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос, у вас анонимность есть и сколько стоит? Так вот звучит вопрос. Ну, как бы у нас поступление, как я сказала ранее, да, у нас через диспансерно-поликлиническое отделение, либо через стационар, там врачи, они уже непосредственно на первоначальном звене маршрута, они с вами это оговаривают. То есть, у нас в реабилитации вот конкретно, вот анонимность, у нас лечение бесплатное, реабилитация, курс реабилитации, он сам бесплатный. Ещё вопрос. Мы не можем уговорить подругу лечиться. Один раз она ходила к народному целителю, но развязалась через год. Если заговорить об этом, сердится. Да, как я же говорил, спасибо за вопрос. Это система отрицания и иллюзий, да, зависимого человека, которую необходимо преодолеть. Ну, конечно же, очень важна в этом, при этом, система поддержки, да. То есть, необходимо, ну, беседовать, да, разговаривать об этом, да. Вот как я уже говорил, что необходимо составить, да, плюсы и минусы, именно проанализировать свою жизнь, да, и посмотреть, что же сейчас происходит с моей жизнью, да, где она, вот, куда закралась именно неуправляемость в моей жизни, где я вот потерял контроль над своей жизнью. То есть, указать на факты нужно. Да, то есть, именно работать с фактами, да. Ну, и, конечно же, больше получать информацию, да, изучать, там, смотреть ролики. Почему человек отрицает, да, в первую очередь, конечно, это просто незнание именно о зависимости, да. Просто нет информации, поэтому он отрицает, в первую очередь, возможно. Владимир, вы вот так вот очень грамотно все говорите. Почему? Потому что вы работаете в этом центре, в этом отделении социальным работником, причем ваша программа называется «Равный консультант». Вот расскажите, равный, почему? Что это такое? Ну, вот, равный консультант, да, это тот член нашей команды, да, который именно на своем опыте прошел через этапы реабилитации, который сам знаком с этой болезнью, ну, не понаслышке, а именно на своем опыте. Лично, да? Да, на своем опыте. Поэтому я такой, я прошел через все этапы, да, этой реабилитации 8 месяцев. Поэтому в чем это преимущество именно в работе, в моей работе, да, заключается, да, это я в доверии, да, с зависимыми людьми, которые проходят сейчас реабилитацию. То есть они, я могу их понять, да, что они сейчас чувствуют, что их беспокоят, то, что я сам был на их месте, да, могу рассказать, как я справлялся с теми или иными ситуациями, сложностями, чувствами, да, которые он сейчас испытывает, да, я могу понять, выслушать и так далее. Вот поэтому наша, ну, моя работа называется именно равный консультант. Ну, уникальность отделения, наверное, и в этом тоже заключается. А как много вот таких вот социальных работников у вас в отделении? Сейчас у нас 5 равных консультантов, социальных работников, да, которые сейчас работают в нашем отделении. То есть, ну, это требование, как именно попасть, может быть, да, интересует вопрос, как устроиться на эту работу, да. Кто может стать. Кто может стать, да, этим, вот. То есть, ну, это человек, конечно, который прошел полный курс реабилитации. Ну, еще раз, успешно. Успешно, да. Но это в первую очередь скажу, это все индивидуально, да. Для кого-то это полгода, для кого-то это 8 месяцев, для кого-то это год, да, и так далее. Ну, все зависит от этого, конечно же. И все зависит именно от мотивации, да, насколько он мотивирован, да. И готов. Готов сам, да, помогать именно. Расскажите, Владимир, вашу историю. Вот когда вот все началось, ваши проблемы. Когда вы поняли, что есть проблема? Вообще, ну, первое знакомство именно вот произошло, конечно, это в студенческое время, да, когда я именно знакомился с веществом, да, с зависимостью. Ну, когда вот встреча именно, ну, конечно, это все было с розового периода, да, вроде как несерьезно относился, как повод получить просто удовольствие, порадоваться, поделиться какими-то эмоциями, да, я в качестве этого. А потом я вот вдруг не заметил, как этот способ, да, превратил из, там, вроде друга, да, это количество, да, превратил, я стал, как бы сказать, рабом этого вещества, да, со временем все это. Тоже вот как вначале вы задавали вопрос, да, вот, вроде каждую пятницу, как была норма, да, как обыденность. А тут увеличивается, увеличивается. Да, то есть это была как бы частью моей жизни, да, а тут незаметно, я даже сам не заметил, да, как оно, я стал рабом, да, я уже без этого не мог. То есть я уже, у меня уже не, я уже потерял интерес именно к тем радостям, которые мне раньше нравились, да, это общение, да, это какие-то, может быть, когда активность, какой-то, какая-то другая деятельность, по-другому я отдыхать уже не мог. То есть я знал, что вот у меня есть, вот мой спаситель, да, мое вещество, которое вот может быть снять все вопросы, да, помочь во всем. То есть справиться с стрессом, помочь где-то порадоваться, помочь где-то погрустить, да. А кто вам помог вначале? Конечно, это мои близкие, очень благодарен им, да, там, в первую очередь, конечно, моей матери, вот, очень поддержали, да, меня очень в трудную минуту, ну, нашли те слова, да, которые я услышал, вот, вот, в первую очередь, конечно, это они были, которые, вот, посоветовали, да, туда обратиться, да. А вообще за дальнейшей судьбой ваших, вот, реабилитантов вы следите, как складывается их судьба, и есть ли среди них возвращенцы? Да, конечно, мы даже для отчетности, да, мы все равно, как бы, вот, мониторинг проводим, потому что, ну, как бы, мы с ними связываемся, да, созваниваемся у нас даже, вот, у социальных работников даже какая-то группа есть, да, насколько я знаю, куда они, вот, ну, присылают сообщения о том, что, как они поживают, и у нас даже, ну, вели, да, такое, как день открытых дверей, то есть ежегодно у нас один раз в году мы проводим этот день, где реабилитанты, которые прошли у нас успешно курс реабилитации, имеют возможность приехать к нам, рассказать о том, как они живут, да, какие, чего добились за это время, да, что они там, что у них изменилось в их жизни. Замечательная традиция. Владимир, вам личный вопрос, вот, поступил, да, от наших телезрителей и слушателей, а вы не боитесь развязаться? Есть ли этот страх перед вами? Очень коротко, ответьте, пожалуйста. Сейчас страха нету, то есть я сейчас получаю уже, ну, я получил очень благодарен специалистам, да, и тем социальным работникам, которые мне помогали, да, то есть они показали те инструменты, да, те возможности, которые помогают мне сейчас получать удовольствие, радоваться без вещества. И быть уверенным в этой жизни. Да, спасибо. Огромное спасибо вам, Владимир, за вашу личную историю. Спасибо за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, рассказали об этом. Я думаю, что это очень полезно для наших слушателей и телезрителей. Всего вам доброго и, конечно же, здоровья. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Желаем вам всего хорошего. И до свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.